Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» с вами Ольга Алексеева. С 1 января 2020 года в России прошла плановая индексация пенсий. Индексация составила 6,6%. С начала 2020 года в нашей стране начнут действовать электронные трудовые книжки. Об этих и других изменениях нам расскажет управляющая отделением Пенсионного фонда России по Чувашии Роза Кондратьева. Роза Алексеевна, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите про индексацию пенсий. Кто получит прибавку? С начала 2020 года проведена индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров. Это пенсии по старости, пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца. Индексация проведена в размере 6,6%, что значительно превышает темпы инфляции на конец 2019 года. Если говорить о Чувашской Республике, то с января этого года прибавка какая была средняя? Средний размер прибавки у получателей пенсии по старости, у неработающих пенсионеров составил 946 рублей. И после повышения средний размер пенсии, ежемесячной пенсии, составил 15400 рублей. Но мы сравниваем относительными показателями, что в два раза превышает размер величины прожиточного минимума пенсионеров Чувашской Республики. Но мы, конечно, еще оцениваем дополнительные расходы на проведение данной индексации. До конца текущего года только на индексацию страховых пенсий неработающих пенсионеров нам необходимо дополнительных средств в объеме 3,4 млрд рублей. С 1 февраля мы ожидаем индексацию ежемесячных денежных выплат и стоимости социального пакета у федеральных льготников. По предварительным данным, конечно, по нашим расчетам мы прогнозировали увеличение порядка на 3,8%. Но данное увеличение будет производиться по данным Росстата с учетом темпов роста потребительских цен в предыдущем году. Также ожидаем повышение государственных пенсий с 1 апреля на 7% прогнозируется. Тут, конечно, тоже относительно роста величины прожиточного минимума будет показатель утвержден отдельным постановлением правительства Российской Федерации. Кроме того, ежегодно мы проводим перерасчеты страховых пенсий у работающих пенсионеров. Увеличение ожидается до трех пенсионных коэффициентов с учетом уплаты страховых взносов в 2019 году. В целом, таким образом, мероприятия по увеличению пенсии до конца года еще продолжаются. Как известно, пенсию по старости нужно заработать. Какие условия для ее назначения? В 2019 году наступили нормы законодательства, которые установили новый пенсионный возраст. Для назначения пенсии по старости для мужчин установлен новый пенсионный возраст 65 лет, для женщин 60 лет. Но к этому возрасту мы будем подходить постепенно, в течение 10 лет. Для назначения пенсии в 2020 году, пенсии по старости на общих основаниях, необходимо будет мужчинам 60 лет 6 месяцев, женщинам 55 лет 6 месяцев. Это кто такие? Это граждане, которые, мужчины, родились в 1959 году во втором полугодии, и женщины, которые родились во втором полугодии 1964 года. Надо заметить, пенсию, права надо заработать, кроме достижения возраста. Необходимо будет для назначения пенсии 11 лет трудового стажа обязательно, по всем основаниям, и пенсионных коэффициентов 18,6. А как можно заработать недостающий стаж? Или купить? Или что-то как-то возможно? Ну вот, законодательство предусмотрело возможность, ну, приобрести или купить стаж, если вот каким-то образом человек не смог заработать до достижения своего возраста. Здесь необходимо будет добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, подать заявление в органы пенсионного фонда и уплачивать страховые взносы. Конечно, ну, не так много в нашей республике по тем основаниям, как в прошлом году наступили по таким основаниям 31 человек. Ну, размер платежа не такой большой. Необходимо будет заплатить 32 тысячи 23 рубля. Это, в общем-то, расчетно, да, в год. Это расчетно определяется как бы 22% с размера минимального размера оплат труда, то есть 12 130 рублей, умноженное на 12. Практически, в общем-то, таким образом можно купить половину необходимого стажа. Ну что ж, как вариант тоже есть. Ну, выход есть. Ну, выход есть. Существование, да. Я знаю, что в этом году есть приятные новости для семей, в которых есть дети. По материнскому капиталу тоже были изменения. Какие? Расскажите, пожалуйста. Надо сказать, за последние три года первый раз вот в этом, на 2020 год, размер материнского капитала проиндексировали. И сейчас составляет 466 167 рублей. Это, конечно, если человек вообще не пользовался. Одновременно индексируются все остатки, кто еще частично воспользовался, на 3% получается. Также надо сказать, увеличивается размер ежемесячной выплаты по тем гражданам, которые выбрали за счет средств материнского капитала ежемесячной выплаты, на 611 рублей. И будет составлять 9541 рубль. И также очень важно, это с учетом президентской инициативы, было принято решение об увеличении величины среднедушевого дохода до двукратной величины прожиточного минимума для установления вот этой ежемесячной выплаты. В этом году этот размер составляет среднедушевого дохода 20 268 рублей. То есть, если в семье получается меньше этой суммы доход, семья может получить ежемесячные выплаты за счет средств материнского капитала по случаю рождения второго ребенка. И также надо с вами заметить, если раньше мы эту ежемесячную выплату выплачивали до достижения ребенком до полутора лет, то с этого года мы будем выплачивать до достижения ребенком до трех лет. Но здесь надо заметить, надо будет ежегодно подтверждать вот этот уровень среднедушевого дохода. Но мы прогнозируем... Раз в год? Да, раз в год. Мы прогнозируем все-таки в связи с вот этими такими льготными нормами получателей ежемесячных денежных выплат в нашу республику будет более чем на 30% увеличиться. Увеличиться. Хорошо. Еще одно новшество этого года коснулось трудовых книжек. Раньше были бумажные, теперь с этого года электронные. Расскажите об этом, пожалуйста. Чего боятся, кого это коснется? Ну, предусматривается ввести сведения о трудовой деятельности в электронной форме. Естественно, конечно, это должно быть у единого оператора. И это, конечно, будет плавно проходить. С учетом того, что граждане должны быть, работающие граждане должны быть проинформированы об этих изменениях. В течение первого полугодия этим должны заниматься работодатели, у которых сегодня работает данный работник в письменной форме. Они должны уведомлять работника о том, что есть у него право ввести трудовую книжку в электронной форме сведения о трудовой деятельности. И также, ну, может он и сохранить, и на бумажном носителе, по его желанию это можно делать. И одновременно до конца года работник должен, значит, осмыслить, для чего это нужно, как оно там, в общем-то, можно использовать. И он должен подать заявление, в какой форме дальше ввести сведения о его трудовой деятельности. Конечно, одновременно работодатель будет, значит, что это означает? Работодатель будет представлять ежемесячно сведения в пенсионный фонд в течение 2020 года о приеме на работу, об увольнении, о продвижении по должности. Ну, сведения будут представляться после истечения месяца до 15-го числа следующего месяца. Но в последующем это, значит, они более регулярно будут представляться. И гражданин, работник, он уже может, после того, как информация попадет в информационные ресурсы пенсионного фонда, уже может просмотреть эти данные, проконтролировать. Если какая-то запись неправильная, он, значит, может тут же обратиться либо через органы пенсионного фонда, либо напрямую своему работодателю, либо даже, может, в трудовую инспекцию Роструд. Что ж, спасибо вам большое, Роза Алексеевна, за беседу. Приходите к нам еще. А я вам напоминаю, что вы смотрели программу «По существу». С вами была Ольга Алексеева. Только хороших вам новостей. До свидания.